Сегодня все стараются помочь участникам СВО. Кто-то вяжет носки и шьет балаклавы, а активисты Одинцовского отделения Организации Офицеры России, наряду с продуктовыми наборами, передают на фронт необходимую для бойцов амуницию. В зимний период мы организовали доставку утеплителя алюминиевого, потому что блиндажи и землянки очень здорово продуваются ветром, и как бы они ни укрывались, щели все равно остаются. И вот эти листы алюминия, вы знаете, такие двухметровые рулоны, что раскатывая внутри по стенам землянки, палатки, сразу становится тепло. Сейчас активисты организации готовят к отправке газовые горелки, баллоны, оптические прицелы, а также маленькие дровяные печи, окопницы и штурмовые крюки кошки, которые изготавливают на заводе по заказу и чертежам офицеров России. Очень необходимые для солдата, потому что это многофункциональная такая вещь. За трос можно его бросать, и на расстоянии, как ты добросишь, хотя бы 20 метров, можно и раненого, и другие вещи просто вытаскивать. А если много бросать, то можно разминировать. У организации есть четыре подшефных войсковых части, которые они поддерживают. Полк имени Дмитрия Донского, танково-разведывательный батальон, казачий полк и бригада ветеран. Вот четыре больших воинских подразделения, которые мы обеспечиваем. Для того, чтобы было более понятно, они нам вот такие вот присылают заявки. Вот такие заявки. Что конкретно нужно? В Одинцовском отделении практически ежедневно ведут прием населения, беседуют с новобранцами, помогают им с документами и составляют психологические портреты и рекомендации для последующего распределения по воинским частям. Обращается очень много людей, которые хотят пойти добровольцами. По каким-то причинам там у них, возможно, что-то не получается. Но мы стараемся их, конечно, всеми возможными путями и так далее, чтобы они поехали, потому что они идут по долгу совести. Организация ведет плотное сотрудничество с главой Донецкой Республики, сопровождает гуманитарные грузы и помогает посылкам быстрее попасть к адресатам. В Одинцовском отделении офицеров России более 200 активных участников. И когда в общих чатах кидают клич с запросом из зоны СВО, оперативно подключаются все. Ведь только сообща можно одержать победу. Шестая часть земли с названием кратким «Русь», она никогда не встанет на колени, как птица Феникс. Стряхнется и опепел, и опять возродится. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.